Здравствуйте! Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Смерть на пять минут. Думаю, почему столько врачей вокруг меня? Я же живая. Что происходит с теми, кто вернулся с того света? Как будто у тебя какие-то батарейки поменяли. И как пережить клиническую смерть усилием мысли? В эти вещи не играют. Но в принципе можно. Жизнь камней. Правда ли, что они могут дышать и передвигаться? Как вы, идиоты, меня не топите, не убирайте. Я всё равно приползаю на это место, если я там захожусь. Любить и ненавидеть. Есть камни, у которых аура, как у живого человека. Наводить порчу и исцелять болезни. На начальных стадиях излечивается и рак. Мужчины, как исчезающий вид. Кому достанется власть? Безусловно, женщины тайно разрабатывают своё секретное оружие в салонах красоты. Как новые амазонки готовятся управлять миром? Надо пройти через огонь, через воду и через землю. И скоро ли они возьмут реванш за годы бесправия? Женщина могла только шуршать геналином, обмахиться веером и иногда падать в обморок. У меня в руках майка с надписью на английском. Хороший день, чтобы умереть. В 1990 году, после выхода фильма «Коматозники», таких маяк было продано сотни тысяч. Герои триллера втайне экспериментируют, погружая друг друга в лекарственную кому. Фильм моментально стал культовым. Ведь вопрос, что происходит с сознанием человека, когда сердце не бьётся, но мозг ещё жив, не перестаёт волновать человечество. Медикам и учёным известно о клинической смерти не так много. В основном из рассказов пациентов и её переживших. Итак, в течение нескольких минут, когда исчезают внешние признаки жизни, в человеческом теле работает только мозг. Большинство людей, переживших это состояние, рассказывают о тёмном тоннеле и ярком свете в его конце. Он на самом деле испытывает иллюзию того, что происходит. Лечит на туннель, он тогда лечит. Вот это совсем не накрутка, это вполне реальная иллюзия. Выход из состояния клинической смерти – всегда загадка. Каким вернётся человек? Что расскажет? Кого или что он там видел? И сновидящая Галина Багирова в юности перенесла несколько тяжёлых операций. Во время одной из них чуть не умерла. Я видела себя со стороны, я видела своё тело и думаю, почему столько врачей вокруг меня? Я же живая. Но это было высоко. Это было высоко над телом. А потом как бы ты снова оказываешься несознательно, но в своём деле. Находясь между жизнью и смертью, Галина летела по больничному коридору. Она слышала, как родители плакали и обсуждали предстоящие похороны. Её похороны. И такое ощущение, что сердце бьётся где-то вот здесь. Только ощущение сердца. Вот ударов. Частые удары. Может быть, я только услышала голос отца. Как её будем хоронить? По-христиански или по-мосфернамски? То есть, глаза не открывались. Они меня уже накрыли простыню. И тут неведомая сила повлекла женщину по коридору и буквально втолкнула в какую-то дверь. Я видела Равина. И я видела, как я пришла вся оборванная к нему в каких-то лохмотьях. И просила, чтобы он меня принял. Почему-то крови, ну, хотя я не еврейка, и у меня вероисповедание, я христианка. Он меня принял и какой-то сделал такой ритуал, и я ушла. Когда Галина Багирова пришла в себя, поняла, что может предсказывать будущее. Читать человеческие мысли. Узнавать прошлое, взяв любого за руку. Жизнь певца Юлиана дала крутой поворот после того, как он решил поддержать своего друга на региональных выборах. Политические конкуренты не простили артисту такого шага. В номер ему принесли отравленный чай. Едва сделав несколько глотков, Юлиан потерял сознание. Когда пришёл в себя, увидел склонившихся над ним докторов. Я сказал, ребят, вы не реаниматологи, вы акушеры, потому что это однозначно новая жизнь, и всё новое, всё по-новому. Ты просыпаешься, заново рождаешься, и как будто вот в тебя какие-то батарейки поменяли, я не знаю, как это ещё объяснить. Юлиан открыл глаза, когда врачи уже опустили руки и констатировали смерть. Певец вспоминает. В те 14 минут он будто бы вышел из своего тела и смотрел на собственную реанимацию со стороны. Это больше похоже на какую-то такую, знаете, на какую-то компьютерную графику такую, вот, я не знаю, что-то всё, что-то летит, летит куда-то, движение какое-то бесконечное. Вот я прекрасно ощущаю, как я видел себя над собой, то есть вот эти врачи, эти, эта машина, как она там называется, которая сердце будоражит, шокер этот. Вот, то есть я это всё видел, и вот это ощущение тоже у меня осталось в памяти, как, что вы там делаете, мне и так хорошо, чего вы там пытаетесь сделать. С тех пор Юлиан научился читать мысли своих собеседников. Певец признаётся, этот телепатический дар сильно осложнил его взаимоотношения с окружающими. Человек мог молчать, человек мог говорить там мне что-то там одно, а я понимал, что это совсем всё другое, и то, что он думает, я это тоже всё как-то вычислял, и ругался так с людьми, люди вообще пугались, боялись, не понимали, что со мной вообще, и как со мной вообще быть, и что пошли свыки, что Юлиан сканирует всех, и вообще всё видит, и его нельзя обмануть. Посмотрите на фотографию этого человека. Что можно о нём сказать? Мужчина лет 50, в его жизни явно присутствует излишество в виде алкоголя и неправильного питания. Трудно поверить, но вот на этой фотографии этот же человек, но спустя целых 8 лет. Помолодел, похудел, открыл себе дар музыканта и полностью изменил свою жизнь. И всё благодаря клинической смерти. В 45 лет Александр Волченко весил больше 100 килограммов, был удачливым предпринимателем, успехи в бизнесе любил обмыть с друзьями. Во время одной из таких вечеринок кто-то в шутку подсыпал ему в кофе таблетки от похмелья. Эффект получился неожиданным. Через минуту Александр рухнул на пол без признаков жизни. Я ощутил мощное воздействие из, ну будем говорить, из космоса, из какого-то параллельного пространства. Моё уши стало окучивать какая-то энергия тёплая. Приятно так обвиваю её. Жена Александра Марина сотни раз прокручивала в голове события того вечера. Я видела его мёртвым. И друзья его видели мёртвым, потому что пульса не было, сердце не билось, и его лицо было застряно. Это продолжалось где-то 30 минут. Увидеть мёртвого человека, своего любимого, это было страшно. Профессор Константин Коротков уже много лет изучает энергетику человеческого тела сразу после смерти, клинической и биологической. Учёный рассказывает, после того, как тело умирает, приборы ещё несколько минут продолжают фиксировать непонятное излучение. Видны изменения скачкообразные. И видно, что энергетика тоже меняется то в одну сторону, то в другую сторону. То есть понятно, что идёт перестройка организма. Процесс перехода от живого состояния к мёртвому – это не одномоментный процесс. Он занимает длительное время, даже при кратковременных остановках работы мозга. Одни исследователи говорят, что таким образом, с помощью приборов, можно увидеть выход души из тела. Другие утверждают, это непроизвольная нервная активность некоторых клеток организма, в которой нет ничего мистического. Но пережившие клиническую смерть, все как один рассказывают о путешествиях по странной сумеречной зоне. Видел себя как какую-то зелёную точку, которая пульсировала в пространстве. Я знал, что это вроде я и не я, что сознание как бы расплывчато, полностью находится в пространстве, но мне и не хорошо, и не плохо. И в то же время ничего не болит, и я полностью безразличен. Зелёная точка становилась всё более расплывчатой. Но тут Александр услышал знакомый голос. Он мне говорил только о какой-то точке невозврата. Он говорил, что кто-то меня звал. Я видел только эту точку невозврата, но я понимал, что кто-то меня зовёт. Звала, конечно, его я. После клинической смерти Александр стал вегетарианцем. Полностью отказался от алкоголя. Но главное – ощутил воздействие неведомой силы. Будто кто-то начал руководить им из космоса. Я стал ощущать мысленные посылы извне. Не, 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 никакие не голоса, ничего, а просто мысленные посылы. Вот сядь за пианино, открой, положи пальцы на клавиши и играй. Он послушался, сел и заиграл. Хотя никогда не учился музыке. Теперь Александр пишет песни и стихи. Выступает в клубах. Бизнес окончательно забросил. Марина поддерживает супруга. Но всё же часто обращается к врачам и эзотерикам. Она до сих пор не может понять, что же произошло с её мужем. Было ли это изменение в мозге? Какое-то полушарие перестало работать? Или другое полушарие более активно стало, как говорили мне врачи, к которым я ходила, потом и консультировала, что происходит с моим мужем? Или же некоторые говорят, что это подселение музыканта, и теперь этот музыкант руководит его жизнью? Это натальная карта, составленная астрологом Павлом Глобой самому себе. Профессионалы сразу увидят опасные периоды, которые пережил знаменитый астролог. Несколько лет назад Павел предвидел смертельно опасную ситуацию и даже мысленно подготовился к ней. Павел Глоба медленно приходил в себя после аварии. В голове как будто выключили свет. А когда он включился, астролог увидел себя лежащим в реанимации. А потом стал подниматься выше и оказался на другом этаже больницы. И на этом этаже, в палате, я ясно вижу эту палату, наблюдаю какого-то очень пожилого мужчину, старичка, который сидит на своей кровати рядом с тумбочкой. Очень хорошо запомнил. Он лысый, с бородкой. Я даже подумал, похожий на Ленина. Очнувшись, Павел рассказал врачам о странном старичке. Оказалось, что на втором этаже больницы действительно был такой пациент. А не мог ли я этого старичка видеть? Оказывается, не мог видеть, потому что он был на втором этаже, он почти неходячий и больной. А меня через второй этаж, даже если предположить, я в полубесноцентральном состоянии, мог как-то видеть. Через палату шли идти, не могло этого быть. Через второй этаж на первый не спускаются. Некоторые исследователи утверждают, на самую загадочную территорию, между жизнью и смертью, можно попасть с помощью глубокой медитации. Опасные эксперименты путешествий сознания вне тела есть в культуре некоторых народов, которые используют сильные психотропные вещества во время подобных опытов. Известный американский писатель Роберт Монро ещё в 80-х годах прошлого века разработал методику путешествия сознания вне тела. Воздействие на мозг идёт с помощью звуковых волн. Достаточно надеть наушники и включить диск. Говорят, что результаты были настолько ошеломительными, что метод Монро взяли на вооружение американские спецслужбы. Профессор Коротков побывал в институте Монро в Вирджинии. Метод путешествий сознания вне тела там используют и сейчас. Говорят, помогает при лечении неврозов и стрессов. По рассказам пациентов, во время аудиотерапии многие из них видят себя со стороны. То есть их мозг работает так же, как во время клинической смерти. Есть версия чисто нейрологическая, что происходит отключение определённых отделов мозга, которая вызывает определённые визуальные образы в сознании. Есть версия более, скажем так, эзотерическая, о том, что информационная сущность человека, она отделяется и может как-то независимо получать какую-то информацию. Физиолог Святослав Медведев предупреждает. Все опыты над мозгом, как в фильме «Коматозники», очень опасны. На какое-то время можете затормозить процессы. Здесь человеку будет плохо, после этого там придётся откачивать всё. Но если всё сделано грамотно, то клиническая смерть абсолютно обратима. Директор института мозга готов сделать смелое заявление. Телепатия реальна. В нашем мозгу даже есть участки, за неё отвечающие. И всё это выяснилось в ходе наблюдения за процессом клинической смерти. Мозг человека состоит из нервных клеток. Особенностью нервных клеток является то, что они дают разряды. И вот какой-то момент они замолкают. Сначала замолкают те нервные клетки, которые сдерживают. Многие вещи связаны с терепатией, в этом момент выкодумывались, души из тела. Почти все пережившие клиническую смерть сначала видят себя со стороны, а уж затем попадают в тоннель, свет в конце которого вошёл в поговорку. И именно в этом переходе эзотерики видят разницу между состоянием комы и клинической смерти. Вернуться из тоннеля удаётся единицам. Летишь в коридор. Летишь в коридор и сталкиваешься со светом. Уже энергия поля Бога. Если тебе не дано, тебя никто не допустит. Тебе скажет голос рано, и ты уйдёшь. Но если тебе дано, вот эта энергия, она как бы обволакивает, как пылесос. Она забирает всё, и человека нет. А может быть, тоннель и свет в конце него – это своего рода реинкарнация? В самом деле, тоннель можно интерпретировать как родовые пути, а свет в его конце – как лампу акушера. Попав в этот свет, человек как бы заново рождается. Для тех же, кому удалось вернуться к жизни, клиническая смерть стала способом проснуться и найти себя. Ведь главный человеческий страх – страх смерти у этих людей уже отсутствует. Смотрите далее. Камни, как обитатели параллельного мира. Не считайте меня сумасшедшим, но у меня ощущение, что идёт именно знакомство и диалог. Стоит ли стремиться к такому знакомству? Может дать женщине возможность забеременеть и родить ребёнка. Мир без мужчин. Каким он будет? Я за то, чтобы появилась в России женщина-президент. Это агентство специальных расследований. Я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Каменное сердце, каменная душа, каменное лицо. Для многих каменный – значит неодушевлённый. А может, наоборот, камни – одна из древнейших форм жизни, которая для людей пока остаётся непознанной. Умеет ли камни дышать, передвигаться, любить и ненавидеть? Плещеево озеро в городе Переславль-Залески. Испокон веков это место считается культовым. На берегу водоёма находится знаменитый на весь мир синий камень. Эта глыба, как живая, постоянно движется. Но как такое возможно? Ведь гигант весит целых 12 тонн. Летописи утверждают – синему камню поклонялись ещё и язычники, которые жили на берегу озера два тысячелетия назад. Но в христианское время церковь начала борьбу с идолопоклонством. Там был монастырь ведический. Как я говорил, там лежало восемь камня. Когда стали христиане строить свой храм, что они сделали с этими камнями? Они их сбросили. Это произошло в начале 17 века. Как говорится в источниках, дьякон местной церкви не только распорядился сбросить синий камень в яму, но и собственноручно засыпал его землей. Однако спустя всего несколько лет валун выбрался из-под земли и был обнаружен на прежнем месте. Тогда-то и стали говорить, что дух камня отомстил священнику. Наслал на него загадочную болезнь. Есть сила, которая превосходит вас в разы, и с которой вы сделать ничего не можете. Камень вот что-то это показывает. Как вы, идиоты, меня не топите, не убирайте. Я все равно приползаю на это место и сиди там, нахожусь. Безжизненность кусков горных пород – лишь видимость. Камни умеют не только двигаться. Как и человек, они могут любить и ненавидеть. В этом убежден скульптор Александр Рукавишников. С твердым материалом он всегда старается найти общий язык. Не считайте меня сумасшедшим, но у меня ощущение, что идет именно знакомство и диалог. И потом, когда он понимает, что ты ему зла не делаешь, а пытаешься из него что-то сделать красивое, и его тем самым преподнести, выявить, он соглашается и тебе помогает. В процессе работы камень часто дает советы. Если их не понять, наказание может быть очень жестоким. У моего друг близкого, вот, тоже он такой немножко человек заряженный, эмоциональный, все, но несколько суетливый. И тут нельзя недооценивать опасность, потому что вот что-то они там подклинивали, там, камень большой какой-то, да, тоже для скульптуры. Он упал, а оторвал ему переднюю часть такой. Ну, сейчас хромает, еле ходит. Певица Катя Лель подтверждает. Очень важно вовремя прислушаться к совету, который дает камень. Однажды ей самой это удалось. В тот день певица возвращалась с гастролей. На ней были надеты серьги и кольцо с цитрином. Подарок мамы. Мы, уставшие, под утро ехали же в аэропорт, и вы не поверите, вся машина уснула. И в том числе я. И когда мне кто-то говорит внутри меня, открывай глаза, просыпайся. И в эту секунду я увидела в зеркале засыпающие глаза водителя, который ехал на огромной скорости по гололеду. Я успела как быстрее открывать глаза, и он быстро вырулил. То есть в этот миг я просто спасла всех, кто сидел в машине. С тех пор Катя Лель считает цитрин своим талисманом и всегда берет его в далекие поездки. Камень, будто живой, согревает, дает комфорт и душевное тепло. На самом деле, мне кажется, мы недооцениваем силу камней и все, что нас окружает вокруг. Мы этому не придаем так много значения. Я думаю, что в действительности это нечто большее, чем мы просто можем любоваться красивой вещью. Виктор Гроховский изучением камней и метеоритов занимается несколько десятков лет. Гипотезу о живых камнях ученый не признает и не верит в способность волунов самостоятельно передвигаться. Любое явление, которое мы не можем сразу объяснить, не нужно верить в что-то сверхъестественное. Нужно изучать, повторять, проверять, искать закономерности. Вот тогда можно говорить о каком-то научном объяснении. Синий камень возле Плещеева озера будто слышал мнение скептиков. Таинственные события, происходившие с ним, вновь и вновь доказывали. Эта глыба живая. В 1788 году в Переславле стали возводить духовскую церковь. Синий камень, к тому времени его называли уже чёртовым, решили заложить в фундамент колокольни. Перевозили валон зимой по озеру на специальных санях. Недалеко от берега лёд треснул, и синий камень ушёл под воду. Казалось, навсегда. Но спустя 40 лет глыба снова оказалась на берегу. Что это? Окончательное доказательство. Синий камень живой, имеет память и умеет двигаться. Кристаллотерапевт Олег Смирнов не считает синий камень сверхъестественным. По его мнению, валон лишь представитель иной формы жизни. Кристаллической. Возможно, в камнях идут какие-то неведомые нам процессы. И то обстоятельство, что человечеству об этом пока неизвестно, ещё не доказывает, что этого нет. Дело в том, что камни – это самая древняя форма жизни на планете Земля. Самая старая порода на планете Земля, там, это порядка трёх с половиной миллиардов лет. Они долгоживущие, мы короткоживущие. И мы, и камень, мы находимся на разных эволюционных ступенях. На Земле существует много мест, где камни ведут себя как живые. Наиболее известная из них – Долина Смерти, что находится в американском штате Калифорния. Здесь каменные глыбы странствуют по дну высохшего озера. Это интересное явление, но их надо, как говорится, очень внимательно изучать, а не одушевлять их сразу. Есть масса всяких физических явлений, которые заставляют иногда, может быть, и реки бежать вверх, и процессы, многие, как говорится, против течения идти. Олег Смирнов давно привык. Мало кто готов допустить саму идею существования каменной жизни. Поверить в то, что неодушевлённое способно двигаться, а тем более расти и размножаться. Это загадочное место находится в Румынии. Здесь живут легендарные траванты. Именно так называются камни, которые могут переползать с места на место и увеличиваться в размерах. Эти глыбы даже порождают потомство. Оно появляется, как у растений, путём почкования. Вначале на волуне образуется выпуклость, со временем она растёт и отламывается от своего родителя. Как объяснить подобный феномен? Учёные до сих пор ломают голову над этим вопросом. Ведь если признать камни живыми, то это перевернёт всю теорию мироздания. Единственная гипотеза, которую может выдвинуть наука – траванты – аномальные явления. Такое же, как синий камень у Плещеева озера и блуждающие его луны в долине смерти. Любой факт должен повторяться, чтобы стать закономерностью и явлением. Если это единичный случай, то это аномальные явления. У нас есть люди, которые интересуются аномальными явлениями. Там больше сказок и фантастики. Недавно жизнь камней заинтересовала французских учёных. Они выяснили, что самые обычные камни совершают колебания с частотой раз в неделю. Можно ли сравнить эти колебания с человеческим дыханием или пульсацией сердца? Конечно, в этом смысле камень не дышит. Но он взаимодействует с воздухом. Воздух всё время перемещается и подачивает камень изнутри. Вот в этом смысле камень может дышать. То есть он взаимодействует с воздушной стихией. И если о дыхании камня многие учёные продолжают говорить с долей скепсиса, то аура или биополе камней – явление более изученное. От живого человека первая аура примерно 30 см, вторая примерно 1,5 метра. Мы сейчас с вами аурами соприкасаемся. Так вот, у камня тоже должно быть, скажем, там 10-15 см. Но есть камни, у которых аура, как у живого человека. Сюда, к Плещееву озеру, не раз приезжали исследователи аномальных явлений. Изучали биополе синего камня. Результаты показали – от глыбы исходит очень мощная энергетика. Выходят правы местные жители, которые считают синий камень чудодейственным. И верят в то, что он исцеляет от множества болезней, в частности от бесплодия. У камня есть специфическая сила, называется сила Земли. Которая может дать женщине возможность забеременеть и родить ребёнка. Мужчине выздороветь и стать более обеспеченным, более богатым, более мобильным, активным человеком. До недавнего времени Галатрея Даамант и сама не верила в действенность такого необычного способа поправить своё здоровье. Теперь она заявляет – камни способны врачевать. И даже справляются с серьёзными заболеваниями. На начальных стадиях излечивается и рак. На начальных стадиях, потому что камень воздействует на тело и как бы блокирует распространение метастаз. С чего всё началось? У меня тоже начались раковые процессы. То есть я носила нефритовые курица, нефритовые обручи, и у меня был такой пояс с нефритовыми камушками. Камни, полагает Галатрея, способны поставить диагноз, самостоятельно назначить лечение и провести его. Именно так произошло в её случае. Однако, чтобы цепочка сработала правильно, человеку важно не ошибиться в выборе своего камня. Эзотерики приписывают целительные свойства не столько драгоценным, сколько полудрагоценным камням, таким как опал, аметист или гранат. Ошибка в выборе камня может стоить человеку жизни. Кристаллотерапевт Олег Смирнов вспоминает историю. Знакомая его семьи приобрела серьги из бриллиантов. На камнях были странные коричневые точки. Впоследствии эта женщина мало того заболела и умерла от онкологии, весь её род заболел. И они вымерли буквально полностью, весь род вымер от онкологии. Существует поверье, что вот эти вот вкрапления, вот такие темноватые пятнышки, это души демонов, заключённые в бриллиант. Целебные и опасные свойства камней можно объяснить с научной точки зрения. Дело в том, что иногда горные породы оказываются источником естественной радиации. Те же самые уральские базальты с повышенным фоном. Если вы будете мерить радиоактивность под конструкциями, которые с щепня там, соответствующие изготовлены, то вы видите, очень большой фон. Наиболее распространённый естественный радионуглит – это радон. Его избыток приводит к развитию раковых заболеваний. Но небольшое количество этого элемента благотворно сказывается на организме. Допустим, камни Макоши, они очень маленькие, и на них лунки есть, чтобы дождевая вода в них застаивалась. И считалось, что поскольку от камня идёт очень хороший фон излучения, то и вода тоже целебная, и этой водой лечит. Итак, сторонники существования каменной жизни убеждены – камни могут лечить, дышать, передвигаться с места на место и размножаться. Скептики отвечают – просто на них воздействует вода и ветер. От них откалываются куски, а в их поры входит и выходит воздух. Кто же прав? Камень бывает живой, бывает неживой. То есть это рассматривается через измерения и зависит от излучаемой камнем энергии. Любой человек может поверить в свои слова, если он поднимется в горы и один на один, то есть сядет на камень и посидит на этом камне в окружении огромных скал. Он может почувствовать эту энергию как настроение, которое создаётся у него внутри. Недавно исследователи заметили – синий камень возле Плещаева озера начал погружаться под землю. Одни посчитали, что камень просто не выдерживает веса паломников, которые в буквальном смысле вдавили камень в почву. Другие назвали это дурным знаком – якобы валун предчувствует конец света. Лично мне в этой истории ясно одно – жизнь и легенда синего камня продолжаются. И, наверное, это не случайно. Смотрите далее. Вся правда о матриархате. Зреет ли новый женский заговор? Мужики, вы слишком много воюете. Слишком вас заносит на крутых оборотах. И где готовят новых амазонок? Это может прятаться под словом «тренинги личностного роста». Это агентство специальных расследований, и я – Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Британские учёные утверждают, что мужская хромосома Y разрушается из-за воздействия окружающей среды. По прогнозам, через 125 тысяч лет мужчины исчезнут как биологический вид. Теоретически, генная инженерия позволяет создать эмбрион из одной женской клетки. Но в этом случае на Земле будут рождаться только девочки. Мир без мужчин. Возможно ли это? И правы ли те, кто говорит о вселенском женском заговоре, тайная цель которого – установить матриархат? Это фрагмент польской фантастической комедии 1984 года «Секс-миссия». В советский прокат картина вышла под целомудренным названием «Новые амазонки». Герои фильма замораживают себя на три года, но пробуждаются спустя полвека в 2044 году и попадают в мир без мужчин. Не рубьте это. Больше так не делайте, иначе нам придётся вас усыпить. Амазонки живут в подземном бункере. Подавляют половое влечение с помощью специальных пилюль. Размножаются методом партеногенеза. Партеногенез – это так называемое девственное размножение, при котором яйцеклетки развиваются без оплодотворения. В природе присутствует у растений, а также у некоторых видов ящериц, муравьёв и термитов. Секс-миссия главных героев «Новых амазонок» в том, чтобы дать жизнь новому поколению мальчиков. Но отбросив шутки в сторону, можно ли себе представить жизнь без мужчин? Погода почти ноябрьская, но в общине Макошевы посиделки отмечают наступление бабьего лета. Эти обряды исполняются не просто в честь равноденствия или окончания уборки урожая. Для участниц общины выражение «бабье лето» давно обрело особый смысл. Наши общины были в основном женщины. Мы собирались и на дому обсуждали наши дела, наши обычаи, про наших богов разговаривали. И вот это были Макошева посиделки. Макош в водине земли. Но традиционно считается, что Макош покровительствует женщину. Когда-то её звали просто Татьяна Бояринцева. Теперь она Ярослава. Одна из самых известных язычниц России, глава общины и жрица религиозного союза. Когда человек начинает другую деятельность, немножко другую жизнь, он меняет имя. Это не значит, что я от кого-то скрываюсь. Какие секреты обсуждают на Макошевых посиделках? Кулинарию и рукоделие? Возможно. Но тогда почему новые члены общины проходят так называемое посвящение в войны? Это довольно тяжёлый обряд. Надо пройти через огонь, через воду и через землю. То есть, что такое через огонь? Можно проходить между двумя горящими снопами, достаточно близко поставленными друг к другу. Через воду, да, воин обязан уметь плавать. Через землю. Тут тоже по-разному проводятся. Наиболее сильное посвящение – это если пройти через пещеру. Ярослава знает, о чём говорит. Все эти испытания она проходила лично. Чем не новая амазонка? Новые амазонки существуют, убеждён писатель Эдуард Тополь. Исследованию этой темы он посвятил целую книгу. Роман «Женское время» или «Война полов» – по жанру триллер. Но многие факты в нём реальны. Кстати, работая над книгой, Тополь выяснил любопытную вещь. Амазонки родом из России. Нырнул в историю амазонок, разыскал всю литературу по амазонкам, что тоже стало интересно, потому что это крымские татары, амазонки высадились в Крыму, там, после бури. Это описано у Геродота. Ясновидящая Дарья Миронова вторит писателю. Современные женские сообщества несут в себе опасность. Это может прятаться под словом «тренинги личностного роста», а на самом деле это вовсе не тренинги, а это специальные такие внутренние закрытые амазонки, которые действительно собирают оружие против мужчин. Некоторые идут ещё дальше и утверждают, матриархат уже наступил. В современном мире вообще женщина является главной персоной. Дело в том, что мы живём в мире матриархального типа. Помним, там, да, 18-19 век, женщина могла только шуршать кринолином, обмахиться веером, иногда падать в обморок, когда она увидит мышку, или просто ей не будет доставать кислорода, потому что всё у неё сдавлено, и ей просто нечем дышать. Сейчас женщина дышит полной грудью, и действительно ведь огромные предприятия, которыми руководят женщины. Первым, кто осознал всё значение древних легенд об амазонках, был швейцарский учёный 19 века Иоганн Бахофен. Сопоставив множество исторических фактов и археологических находок, он научно доказал – мужчины правили миром не всегда. Он считал, что всякий человеческий коллектив – это организм, и этому организму нужна материнская лона. Поэтому Бахофен считал, что вначале, конечно, властвовали женщины. Гипотезу Бахофена легко доказать на примере истории и культуры древних славян. Достаточно прочитать русские народные сказки. Александр Сергеевич взял русскую народную сказку о царе Салтане, князь Гведон. Гведон – это владыка, да, владыка Глубин. Он там просит волну, она его упускает. Но дальше-то что происходит? Ведь он, по сути, своей, ну там, одной своей тётке укусил глаз, второй – бабке нос. На этом все его дела заканчиваются. Всё остальное даёт ему женщина-царевна-лебедь. Женщина у славян давала не только жизнь. Она ещё и обеспечивала свой род пропитанием. Именно женщины растили и собирали урожай злаковых. Задача женщины, извините, зачать, выносить, родить и вырастить. И если у мужчины не получается что-то с охотой, или ещё какие-то проблемы, это ж сложно всё, то она кормит, вообще-то, свою семью хлебом. Конец такому распределению ролей положила комета Галлея в 12-м тысячелетии до нашей эры. Её пролёт мимо Земли вызвал целый ряд катаклизмов от исчезновения Атлантиды до изменения климата в северном полушарии. Происходит резкий процесс потепления на нашей с вами планете. Луговые злаковые степи исчезают, они остаются только в узкой полосе при Черноморье, и тут понадобилась мужская сила. Для того, чтобы вырубать те широколиственные леса, которые приходят на рубеже 7-8 тысячелетия до нашей эры на эти территории, и мужчина становится властелином. Потому что здесь уже, извините меня, с топором ходить, корчевать лес, бабы не будут. По сути, вся дальнейшая история человечества это попытки женщин научиться жить без мужчин. Жрицы и весталки в язычестве, женские монастыри в христианстве. В средние века тайные женские культы становились влиятельными организациями. Им мог оказывать покровительство Папа Римский. А среди членов встречались персоны королевской крови. Сохранились свидетельства об ордене Единорога, который долгое время возглавляла сама Екатерина Медичи, мать французского короля Людовика XIII. Единорог – это мифическое существо, фантастическое существо. Это существо, у которого на лбу находится некий меч или некоторый рог, можно сказать, прямой, который символизирует нечто. Что именно? Женский фалос. Это символ женского фалоса. Представим на минуту, что в мире не осталось мужчин. Американские журналисты уже попробовали нарисовать такую картину и подсчитали. Количество заключенных в тюрьмах США сократится на 97%. Смертность на дорогах снизится на 70%, а войн практически не станет. Получается, матриархат сулит нам рай на земле. И господство женщин рано или поздно наступит. Писатель Эдуард Тополь считает, России власть женщин пошла бы только на пользу. Я за то, чтобы была женская партия в России. Я за то, чтобы появилась в России женщина-президент. Было бы интересно и, наверное, полезно. Потому что уже это тысячелетние... Не, ну, после Екатерины, да, или... да, после Екатерины уже лет 200, да, две больше. Только мужское правление, оно... оно уже себя, наверное, исчерпало даже чисто социологически. Но до женщины-президента России все же еще далеко. У нас даже в Государственной Думе женщин пока абсолютное меньшинство. Вот данные Международного Парламентского Союза за 2013 год. По количеству женщин в законодательных органах Россия занимает 98-е место среди 144 стран. В первой десятке государства Северной Европы. Швеция, Дания, Норвегия. Если мы смотрим на наше заседание, скажем, Совета по национальной безопасности, который пестрит только темными пиджаками, из-за которого спрячутся только мужчины, то я не очень сильно доверяю такому национальному совету. Между тем, в нашей истории много примеров, доказывающих, что российским женщинам вовсе не чуждо стремление к гражданской активности. 1908 год. В Санкт-Петербург проводится первый всероссийский съезд. Тогда у нас не феминистками назывались эти женщины, которые боролись за право голоса, за право учиться женщинам в высшем учебных заведениях, а правда, любками. Проводится первый всероссийский съезд. Так вот, вы знаете, сколько человек приехало депутата? Причем не на государственные деньги. Более тысячи. Патриархальная модель управления государством в кризисе. В этом мнении сходятся социологи, политики и историки. Общество хочет видеть во власти разумный паритет. Мужики, вы слишком много воюете. И слишком вас заносит на крутых оборотах. А нужно все-таки нашей планете? Нужна какая-то стабильность? Мужчина всегда опирается на силу при решении вопросов. «А я сказал, и все. А я решил, и все». Да? И хоть кол на голове тиши, как говорят в России. Кстати, неспроста в США считают. 7% голосов в копилке победы президента на выборах заслуга его жены. Во время избирательной кампании 1976 года, когда президент Джеральд Форд боролся за второй срок, использовался слоган «Голосуйте за мужа Бетси». Просто потому, что Элизабет Форд была куда популярнее своего мужа. В России институт первых леди до сих пор представлен только одним именем – Раиса Горбачева. «Действительно, когда она появилась, она вызвала классальные протесты в стране. Потом, когда ее, к сожалению, не стало, ведь на самом деле проявилось настоящее отношение к ней. Она очень много делала с точки зрения благотворительности. Она поддерживала программы, которые были направлены на здравоохранение, с онкологией, связанность и прочее». «Для тех, кто не силен в генетике, я напомню, хромосома Y, которой, по мнению ученых, грозит уничтожением, до сих пор является одной из основных загадок. Она появилась сотни миллионов лет назад в результате сложной мутации. Но именно она делает мужчин более сильными, более агрессивными, более конкурентоспособными в борьбе за жизнь». Откуда же в последнее время разговоры об инертности мужчин и их инфантильности? «Вчера у меня спрашивали, а когда мальчики взрослеют?» «Я говорю, мальчиками они остаются до 50 лет. Женщины обязаны, просто функционально обязаны вырастить следующее поколение человечества». В последнее время все мы понимаем, что мужчины чаще всего лёжа приходят с работы и лёжа на диване и определяют свой дальнейший досуг. Естественно, очень многих женщин это напрягает, многим это не нравится, а многие специально хотят заставить своих мужчин, и мужчин вообще в целом, во всём мире, всё-таки быть мужчиной. «Каждой женщине даже, которая ворочает миллионами и решит судьбы людей, хочется быть просто женщиной. И я думаю, таким женщинам особенно хочется быть просто женщинами. Иногда они признают за любовь какие-то меркантильные отношения со стороны мужчин. К сожалению, альфонсов в этой жизни появилось очень много, и это очень печально». Так вернётся ли матриархат? То самое женское время, о котором писал Эдуард Тополь. И что за секретное оружие будет применено в «Новой войне полон»? «Безусловно, женщины тайно разрабатывают своё секретное оружие в салонах красоты, в парикмахерских». «Я, как мужчина, конечно, не верю в наступление матриархата, но готов поспорить на эту тему. К тому же о власти женщин уже столько сказано и написано». Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. «Сто семьдесят градусов ниже нуля». Кого спасёт от смерти холод? Мультфильмы «Убийцы». Как зомбируют наших детей? Это изображения, содержащие сцены насилия. Знаменитые холостяки. Как снять венец безбрачия? Если с человека нужно снять венец безбрачия, то это сразу хороший заработок. Редактор субтитров А.Семкин